Срок действия национального водительского удостоверения в России равен 10 годам. Затем этот документ необходимо менять. Иначе автомобилиста ждет административное наказание в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. Поэтому позаботиться о замене прав лучше заранее, а не тянуть, что называется, до последнего. Действующим законодательством предусмотрена выдача российского национального водительского удостоверения за именно ранее выданного российского национального водительского удостоверения без сдачи экзаменов в следующих случаях. Когда истек срок действия водительского удостоверения, изменились персональные данные владельца водительского удостоверения. Водительское удостоверение пришло в негодность при изменении здоровья, а также при поступлении заявления об утрате хищения водительского удостоверения. Заменить национальное водительское удостоверение можно тремя способами. Самый популярный до сих пор – личный визит в подразделение ГИБДД. Вместе с тем, сегодня можно спокойно подать необходимые документы через МФЦ или оформить заявление на сайте государственных услуг www.gosuslugi.ru. При этом именно вариант с сайтом госуслуг выглядит наиболее привлекательным, так как позволяет сэкономить и время, и 30% от суммы госпошлины. Для выдачи российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного российского национального водительского удостоверения необходимы следующие документы – заявление, документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт, либо иной документ, российское национальное водительское удостоверение, при его наличии, если его не потеряли, и медицинское заключение. В случаях утраты изменения персональных данных, порчи, медицинское заключение предоставляется по желанию. Но, соответственно, если вы его не предоставите, то водительское удостоверение будет выдано на тот срок, который было выдано у вас ранее выданное. 3 августа вступил в силу 180-й федеральный закон. Он предусматривает увеличение госпошлины за замену национальных водительских удостоверений нового образца, изготовленных на пластиковой основе. Пошлина за них составит 3000 рублей вместо 2000 за удостоверение предыдущего поколения. Но выдача новых прав в Одинцовском отделе ГИБДД пока еще не началась. Сегодня в ГАИ предоставляется услуга и по выдаче международного водительского удостоверения. Международное водительское удостоверение выдается на основании российского национального водительского удостоверения на срок не более чем на 3 года. Но также оно ограничено сроком действия российского национального водительского удостоверения. Для выдачи международного водительского удостоверения необходимы следующие документы. Заявление гражданина, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, российское национальное водительское удостоверение, а также фотография 35 на 45, выполненная в цветном или черно-белом изображении на матовой бумаге. Государственная пошлина за международное водительское удостоверение составляет 1600 рублей. А если заявление подано через портал госуслуг, то 1200. Кстати, в такой популярной у российских туристов Турции наше национальное водительское удостоверение действует лишь в курортных зонах. Для выезда за их пределы или при оформлении страховки при ДТП требуются уже международные права. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.